Всем привет! С вами Артём Бёргман и сегодня я расскажу как с помощью освещения создать объёмное изображение. В кино глубину кадра можно создавать не только с помощью применения композиции переднего плана оптики и цвета. Глубину пространства можно также подчеркнуть освещением. И давайте рассмотрим примеры из фильмов и выделим основные способы создания объёмного изображения с помощью света. Первое – контраст освещения. Контраст освещения создаёт ярко выраженные перепады по экспозиции между светом и тенью в кадре. За счёт этих перепадов нашему восприятию нужно больше времени для считывания изображения. Именно за счёт этой особенности такие кадры кажутся более объёмными, чем изображения с более плоским и равномерным освещением. Перейдём ко второму способу создания глубокого пространства кадра – это текстура. Вообще, любая текстура делает изображение более детальным, а для восприятия подобных деталей нашему мозгу нужно чуть больше времени, что как раз и создаёт этот объём. В кино текстуру используют повсеместно. Например, вы можете видеть постеры сзади меня на стене, создающие объём и более визуально богатое изображение, чем пустая стена. Ну и на самом деле они скрывают белые обои, которые бы прибили весь контраст, а в этом кадре я был бы на их фоне негром. Кстати, почему бы я был бы негром в таком случае? Пишите свой вариант в комментарии. Также текстуру можно использовать и в контексте освещения. В первую очередь на ум здесь приходит Виторио Сторару, который часто использует текстуру как способ усиления глубины пространства. Вот замечательный тому пример из фильма «Конформист». Здесь мы видим, как свет, проходящий через окна, создаёт интересный рисунок на полу. За счёт большого количества окон этот свет создаёт собой дополнительные диагональные линии, которые усиливают линейную перспективу. Ну и сами эти участки со светом создают градиент размера. За счёт одинаковой формы и размера окон мы наглядно видим, как эти участки света постепенно уменьшаются по мере отдаления от камеры, что создаёт определённый ритм и наглядно демонстрирует линейную перспективу. Более подробно о градиенте размера можно узнать из моего ролика об этом приёме. Ссылка в описании видео и по подсказке. Ну и в связи с текстурой нельзя не упомянуть двух великих операторов, это Роджера Диккенса и Конрада Эл Холла. Кони Холл очень любил использовать в своих фильмах эффект, при котором свет проходит через дождь. Подобных кадров было весьма много в красоте по-американски, особенно в концовке фильма. За счёт того, что направленный источник света проходит через капли воды, появляются очень интересные переливы на объектах. При этом эти переливы создают ощущение движения за счёт прохождения через дождь, что делает изображение объёмным и интересным. Кстати, разбор операторской работы в этом фильме можно посмотреть на моём канале, ссылка в описании видео и по подсказке. Самый интересный и визуально мощный пример использования такого приёма у Конрада можно найти в фильме «Хладнокровно». Здесь освещение создаёт ощущение, что герой будто бы плачет, а в этот момент он рассказывает о своих болезненных воспоминаниях из детства. Таким способом свет буквально подсказывает зрителю эмоцию героя. А вообще это один из сильнейших кадров в истории кино и на мой взгляд один из самых красивых. И при этом он лучшим способом передаёт драматургию момента. Теперь перейдём к Роджеру. Для начала рассмотрим вот этот вот кадр из фильма «Старикам тут не место». Здесь мы видим свет, проходящий через какую-то занавеску или тюль. Колыхание этого тюля создаёт динамичную светотень, которая привносит движение в кадр. Но здесь мы также видим текстуру, особенно на лице, героя Джоши Бролина. Ещё одно интересное решение Диккенса из фильма «Человек, которого не было». Здесь свет проходит через листу деревьев, что сразу же создаёт интересный рисунок и текстуру. Но при этом здесь имитируется ветер, который качает листву, и это создаёт движение светотени, которое обогащает изображение и делает его более объёмным. Ну и было бы настоящим преступлением не отметить, наверное, высшее достижение Роджера в сиквеле «Бегущего по лезвию» с эффектом светоакустики. Посмотрите, как в этом довольно широком плане почти пустой комнатой с ровными, по сути, пустыми стенами без какого-либо переднего плана, только за счёт освещения создаётся объём. Мы видим на стенах яркие следы от окна, которые делают стены более объёмными за счёт контраста света и тени. Третий способ придания объёма с помощью освещения – это движение света. Но и здесь сразу же вспоминаются оба фильма вселенной «Бегущие по лезвию». И в первом фильме оператор Джордан Кронлинг активно использовал движение прожекторов, ну и во втором наш любимый Роджер Диккенс применял такое решение в сиквеле. Как мы знаем, движение – это самый мощный и наглядный способ показать глубину пространства на плоскости. С точки зрения освещения всё работает абсолютно так же, чем мы пользовались операторы обоих частей «Бегущего». Четвёртый способ – это контраст цветовых температур. Смысл этого приёма состоит в том, чтобы использовать свет разной цветовой температуры. Обычно это контраст холодного и тёплого освещения. Здесь мне сразу же вспоминается вот этот вот кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга. Посмотрите, как холодное освещение здесь усиливает тёплое, выделяя его. Таким способом за счёт выделения жёлтого, который ярче по своей природе синего, визуально кажется, что герой Тома Хэнкса находится ближе к камере. Кстати, именно поэтому более выигрышно использовать тёплые цвета и свет на ключевых объектах съёмки, чтобы более ярко их выделить и вынести на передний план. Ну и рассмотрим ещё один интересный пример из второй части Джона Уика. Здесь оператор регулярно использует контраст цветового освещения, сталкивая красно-фиолетовый и сине-зелёный. Таким образом, Дан применяет контраст тёплого и холодного освещения, добавляя объём в изображение. Интересно, что чаще всего оператор применяет такое освещение в экшн-сценах. Именно при этом освещении был показан первый экшн фильма. Таким способом такой стиль света становится своего рода предвестником экшена или его фоном. И это используется дальше по фильму. Ну и этот контраст сине-зелёного и красно-фиолетового самый яркий в кинокартине, что как раз выделяет эти сцены с драками, схватками ещё более ярко. Что ж, друзья, на этом на сегодня всё. В следующем ролике я расскажу, как с помощью освещения можно передать драматургию сцены. И чтобы не пропустить этот ролик, подписывайтесь на этот канал. Если вам было полезно это видео, ставьте ему лайк, пишите комментарии к поддержку и не забывайте включать все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Всем вам спасибо за просмотр и дохранит нас всех Отец Наш Небесный Сергей Эйзенштейн. Всем пока!